МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В автомобиле женщина везла свою маленькую дочь. Девушка сорвалась с высоты четвертого этажа в Металлургическом районе. Момент ЧП попал на видео. Чита пенсионеров из Златоуста осталась без жилья. В частном доме якобы взорвался газ. Жилище вспыхнуло за считанные секунды. Пожилая хозяйка получила травмы. Труба есть? Вот. Она входит туда. Там рядом счетчик. Так вот, извиняюсь, трубу плавили сразу. Забор на дворной подстройке, дом. Все в огне. Пламя тушат пожарные. Хозяин рассказывает, сначала загорелась кухня. Хлопок был такой. Я лежал, я болел, но болею. Лежал. Жена там. И сразу, я искачил. Одеяло взяли. Там одеяло, что хотели. Чтобы намочили. Мы мочили ее. И хотели закинуть. Какого там закинуть? Там планы такой, вот, трубу. Хлопок услышали и соседи. Бросились на помощь. Сидели на кухне, услышали хлопок. И тут же, это пламя. Вот. Через минуту уже там были с сыном. У них уже кухня вовсю горела. Вот. Хозяев, как смогли, вывели. Они туда-обратно рвутся. Газ перепрылили. Пожарных вызвали. Вон в проулке труба газовая проходит. Так она на улице взорвалась, да? Да, да, да. А перекинулся пожар туда, да? Он не перекинулся. Он только тут, видно, не знаю, как там. Обратная тяга, или что тут. С вентиляцией у них. Блин, все, она пошла. В момент ЧП хозяева были дома. И муж, и жена. Пенсионер не пострадал, а его супругу забрали на скорой. Златоустовцы предполагают, что причиной ЧП мог стать взрыв газа. А пожарные с выводами не спешат. Гречины пожара выточняются. Пострадавших на пожаре не было. Есть только проверки государственного пожарного надзора. Вот причина. Жить погорельцам теперь негде. Пока планируют перебраться к дочери. Благо на соседние дома огонь не перекинулся. Владислав Чухров, Елизавета Болдырева, Надежда Синицына, Анатолий Миленин, ОТВ. Из Челябинского ТРК эвакуировали 60 человек. В комплексе произошло задымление. Сработала пожарная сигнализация. Задымление огнеборцы обнаружили в одном из обувных магазинов на втором этаже. По предварительным данным, у продавцов пригорела еда в микроволновке. Сотрудница ТРК сразу же отключила прибор от электричества и тем самым предотвратила возгорание. По словам сотрудников МЧС, автоматическая пожарная сигнализация сработала четко. Сигнал из комплекса поступил на пульт диспетчера, так что уже через 5 минут огнеборцы были на месте. Еще до их приезда персонал провел эвакуацию посетителей. Теперь специалисты пожарного надзора проводят проверку. Кроме того, сотрудники МЧС собираются провести с собственниками и арендаторами помещений комплекса инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасности. Напомню, за последний месяц посетители комплекса эвакуируют уже во второй раз. На прошлой неделе там же задымился холодильник. В Катав Ивановске разыскивают Эдуарда Сергеенко. Эту информацию нам подтвердили в полиции. По данным нашего собственного источника в правоохранительных органах, этот мужчина с ножом напал на посетителя кафе и нанес смертельные травмы. Якобы ударил в шею. Сообщается, что подозреваемый житель Башкортостана. Если вы узнали этого мужчину, сообщите в ближайший отдел полиции. Нетрезвая мать села за руль. К себе в машину посадила своего же ребенка. Не побоялась. Благо, далеко женщина не уехала. Задержали автоинспекторы. 0,27. Такую цифру автоинспекторы увидели на экране алкотестера. Это значит, что женщина в алкогольном опьянении. Дама прошла медосвидетельствование. В городе Троицке сотрудниками госавтоинспекции был установлен автомобиль ВАЗ-21099 под управлением 39-летней женщины. В ходе проверки документов было установлено, что от водителя исходит запах алкоголя. А на заднем сидении в детско-удержащем устройстве находится трехлетний ребенок. Автоинспектором 39-летняя мать объяснила, что выпила накануне вечером. Сесть за руль была вынуждена. Дочку якобы нужно было везти в больницу. Тем не менее, в отношении нарушительницы составили административный протокол. По решению суда ее могут лишить водительских прав на срок до двух лет или выписать штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль забрали на страфстоянку. На Челябинском перекрестке столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие. А на северо-западе города молодая девушка угодила под колеса автомобиля. Об этих и других происшествиях на дороге расскажет Эльвира Хафизова. Эта авария в тракторозаводском районе на перекрестке улиц Ленина и Рождественского. Водитель за рулем Тойоты при повороте налево не уступил дорогу Мерседесу. Итог столкновения. 21-летнего пассажира немецкой иномарки госпитализировали. Снова Челябинск. К момент ДТП зафиксировала камера видеорегистратора. Девушка перебегает дорогу рядом с гипермаркетом. И ровно в этот момент с улицы Солнечной выезжает автомобиль и сбивает ее. По данным автоинспекторов, 22-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте. С травмами она попала в больницу. А это видео из Трехгорного шокировало южноуральцев. Ребенок чудом не угодил под колеса ваза. На кадрах видно, мальчик начинает перебегать дорогу. Водитель его, видимо, не замечает. Благо, школьник успевает добраться до обочины. В комментариях к видео южноуральцы пишут, что ребенок родился в рубашке. Отключенный светофор парализовал движение в Челябинске. Транспортный коллапс возник утром на пересечении улиц Доватора и Воровского. Вскоре на место прибыл регулировщик. Однако челябинцы отмечают, далеко не все водители и пешеходы понимали сигналы автоинспектора. Эльвира Хафизова, ОТВ. Маршрутчик нелегал, задержан в Златоусте. Мужчина набрал пассажиров и повез в Башкортостан. Вот только поездку нигде не зарегистрировал. Да и сам микроавтобус оказался далек от соответствия правилам техники безопасности. Она стояла. Я подошла просто. Ну, не каждая же маршрутка в Башкире ездит. Ну, не каждая Башкире ездит. А у каждого шофера же спрашиваешь, бывает, что это самое. А документы не проверяли? То есть вам как бы это не имело значения, да? Ну, лишь бы доехать до дома надо было. У меня дома донуки остались. У соседки. Эта женщина, как и другие пассажиры, села в маршрутку, направлявшуюся в Башкортостан. Водителя нашла на обычной остановке общественного транспорта. Вот только, по словам автоинспекторов, поездка эта нелегальная. Маршрутчик нигде не зарегистрировался, и это далеко не единственное его нарушение. У водителя, во-первых, отсутствует лицензия на осуществление данной деятельности по перевозке пассажиров. Потом отсутствует... машина не прошла государственный технический осмотр. Машина имеет технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация. Разная резина установлена, заблокирована дверь запасного аварийного выхода. В случае аварии пассажиры не смогли бы покинуть автобус. Кроме того, на автобусах должен стоять прибор контроля режима труда и отдыха водителя. Тахограф. Его в маршрутке не оказалось. Медосмотр перед выезда мужчина также не прошел. Водитель рассказывает, он не собственник микроавтобуса, а просто управляет им. О том, что автомобиль не соответствует требованиям техники безопасности, уверяет, не знал. Вы как рейсовый, что ли? Да. О том, что вот такие правонарушения... Я сегодня заменил машину другую просто. Новая машина у нас ходит сюда. Я подменный. Подменили меня, и все. По словам автоинспекторов, на водителя будет составлено около пяти материалов. По каждому штраф. К ответственности могут привлечь и владельца микроавтобуса. Он находится в Вашкортостане. Да и вообще, поездка может закончиться уголовным делом. Сотрудники ГИБДД сопроводили микроавтобус до ближайшей остановки на территории Златоуста, где пассажиры высадились, а водитель уехал один. С высоты четвертого этажа упала молодая девушка. Это произошло в Металлургическом районе. Падение могло бы закончиться плачевно, но, к счастью, под окном оказались несколько молодых людей. Они поймали девушку. Эти кадры засняла жительница Металлургического района. По данным очевидцев, упавшая была пьяна. Якобы сначала сидела на карнизе четвертого этажа, а потом не удержалась и сорвалась вниз. Судя по кадрам, упала на одного из мужчин. Девушка потеряла сознание, ее забрали в больницу. На место ЧП выезжали полицейские, и они ведут проверку. На этом у меня все. Будьте осторожны и внимательнее. Смотрите по сторонам. Далее новый выпуск программы «Есть вопрос». Сегодня в студии министр физической культуры и спорта Челябинской области Леонид Одер. Он расскажет о том, какие новые спортивные объекты могут появиться в регионе. Оставайтесь на ОТВ.